Вместо луж и разбитых дорог теперь новый асфальт, а вместо народных троп тротуары из плитки. У деревенских двухэтажек в Истомина преображение. Рядом с домами теперь стоят новые лавочки и урны. Все дороги освещены. В поселке у нас сделали такую красоту. У нас никогда такого не было. Районные власти поясняют, облагородить смогли только 7 многоэтажек из 9. На следующий год мы эти дома в рамках именно благоустройства за счет бюджетных средств поселения отремонтируем. Рядом с домами строят спортивную площадку. Разделена она на три участка для мини-футбола, воркаута и детская игровая зона. Ремонт планируют завершить к сентябрю этого года. Небольшая задержка в связи с тем, что несовременно поставили оборудование. В рамках федеральной программы в этом году заканчивают обустройство села Истомина. Жители решили не остаться в стороне. Местный художник разрисовал стены гаражей тематическими рисунками. Его заказчиками были дети. Маленькое поколение попросило нарисовать героев мультфильмов. Ребята постарше попросили нарисовать героев DC и Marvel. Например, на этой стене будут стражи галактики. А пока на стене уже красуются Маша и Медведь, Винни-Пух, Волк и Заяц из «Ну погоди» и огромный желто-рыжий кот. Его художник придумал сам. Мы будем распределять рисунки на детскую тематику. Они будут напротив детской площадки. Ну а там, где более уже взрослое поколение будет заниматься спортом, то там, соответственно, более такие уже, более для взрослых поколений рисунки. Недостроенная площадка с яркими рисунками уже привлекает подростков и малышей. По словам жителей, сельские дети, а их около сотни, теперь проводят время на этой площадке. Многие ждут открытия зоны мини-футбола. В будущем глава сельского поселения хочет поставить поселке корт для хоккея.